Студия Диафильм Сенатская площадь, декабрь 1825 год Эта площадь на берегу Невы, одна из центральных площадей Ленинграда. В 1782 году в центре ее был установлен памятник Петру Первому. В ту далекую пору площадь именовалась Сенатской. В пышных палатах графа Бестужева Рюмина заседал Сенат. Именно сюда 150 лет назад привели офицеры Лейб-гвардии Московского полка своих солдат. К ним примкнули гренадерский полк и гвардейский морской экипаж. Войска были построены в Каре и на долгие часы замерли на площади. Так началось утро 14 декабря 1825 года. Что заставило представителей именитых дворянских родов в большинстве своем участников Отечественной войны 1812 года выйти на Сенатскую площадь? Предоставим слово им, людям, открывшим первую страницу революционного движения в России. Александр Бестужев Наполеон вторгся в Россию и тогда-то пробудилась во всех сердцах чувство независимости. Бородинская битва, разгромы наземного врага, знакомство с демократическими идеями Европы. Вот начало свободомыслия в России. Николай Тургенев Крепостные крестьяне полагали, что своим героическим сопротивлением французам, мужеством и безропотным перенесением для общего освобождения стольких опасностей и лишений они заслужили свободы. Петр Каховский Мы не можем жить подобно предкам нашим ни варварами, ни рабами. Каховский и его товарищи мечтали, что после окончания Отечественной войны царь отменит крепостное право. Но в манифесте, извещавшем о конце войны, Александр I писал «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от Бога. А в этом мире, склонясь на чуждый плуг, покорствую бичам, десерабство тощее влачится по браздам». Александр Пушкин Зло существующего у нас порядка вещей и желание изменить его, по словам Ивана Пущина, привело передовых дворян к созданию первого тайного общества – Союза спасения. Членами его стали Александр Муравьев, Михаил Лунин, Сергей Трубецкой, братья Сергей и Матвей Муравьевы-апостолы. В 1818 году Союз был реорганизован в Общество благоденствия. Число членов его через три года насчитывало уже более 200 человек, главным образом дворян-офицеров. В 1821 году его представители собрались в Москве, в доме Михаила Александровича Фон Визина. С этого времени фактически существуют два тайных общества – Южное и Северное. Во главе Южного, более радикального общества, встал полковник Павел Пестель. Он писал так о себе. «Революция в Европе, происшествия в Неаполе, Гешпании и Португалии имели на меня большое влияние. Укрепили меня весьма сильно в республиканском революционном образе мысли». Свои взгляды на будущие устройства России Пестель изложил в документе, названном им «Русской правдой». Согласно этой программе уничтожалось крепостное право, все граждане были равны, страной управляла народная вечи. «Русская правда» была первой республиканской конституцией в России. Перед членами Северного общества выступил со своей программой Никита Муравьев. Он также предлагал уничтожить крепостное право, но считал необходимым сохранить монархию, правда ограниченную конституцией. К Южному обществу присоединилось Тайное общество Соединенных Славян. Его участники мечтали об объединении всех славянских народов в республиканскую федерацию. Организаторами были братья Андрей и Петр Борисовы. Сохранился портрет только Петра Ивановича. Таковы были взгляды передовых дворян, поднявших знамя борьбы против самодержавия 150 лет назад. «Узок круг этих революционеров», писал впоследствии Владимир Ильич Ленин. «Страшно далеки они от народа». В ноябре 1825 года неожиданно умер Александр I. Войска принесли присягу Константину, но он отрекся от престола, и царем должен был стать другой брат покойного императора, Николай. Войскам предстояло дать присягу новому царю. Члены Северного общества решили воспользоваться этим обстоятельством и, выведя войска на Сенатскую площадь, отказаться от новой присяги. Накануне они собрались на квартире Рылеева на набережной Мойки. Избрали диктатором Сергея Трубецкого, который должен был руководить восставшими. И вот настало 14 декабря 1825 года. День, когда Россия впервые увидела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами. Владимир Ильич Ленин. Они вывели солдат верных им воинских частей на Сенатскую площадь. Вокруг восставших столпилось много народа. Рабочие со строительства Исаакиевского собора, мелкие торговцы, чиновники, городской люд. Из узких окон Зимнего дворца, резиденции русских царей, хорошо присматривалась Сенатская площадь. В первые часы новый хозяин всей Руси растерялся и не знал, что предпринять. Уговаривать восставших пытался генерал-губернатор Петербурга Милорадович, но он был смертельно ранен пулей Каховского. Тогда на площадь выехал со свитой царь. «По мне сделали залпы. Пули просвистели мне через голову», писал Николай I в своих записках. Рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в нас палениями. Заговорщики медлили. Назначенный диктатором Трубецкой не явился. Тем временем царь стянул к площади верные части. По его команде раздались первые залпы картечи. Упали раненые, убитые. К вечеру все было кончено. Ночью убитых спустили под лед Невы. Аресты начались в ту же ночь. Здесь, в тайном кабинете Зимнего дворца, зачинщиков допрашивал сам царь. Мужественно, достойно держались Рылеев, Муравьев, Бестужев. Никогда еще не была так плотно населена Петропавловская крепость. По свидетельству современников, в полночь внезапно отпирали двери темницы, на узника набрасывали покрывалы, безмолвно вели его через коридоры, дворы и проходы крепостные. Когда снимали покрывало, он находился уже в зале присутствия перед членами Следственной комиссии. В то время, как в Петербурге шел разгром Северного общества, под Васильковом восстал Черниговский полк, руководимый членами Южного общества. Восстание было разгромлено, а Сергей Муравьев-апостол, Павел Пестель и другие доставлены в крепость на Неве. Участников тайных обществ хватали повсюду. В правительственных газетах публиковались объявления, подобные этому. Разыскивался поэт-декабрист Вильгельм Кюхельбекер. К негодованию царя почти у каждого находили при обыске недозволенные стихи Пушкина к Чиадаеву. Деревня, эпиграммы. Поэта от ареста спасла только ссылка, в которой он находился уже несколько лет. Все участники восстания по степени виновности были разделены на разряды. Пятеро – Павел Пестель, Сергей Муравьев-апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский и Кондратий Ирлеев – были поставлены вне разрядов. 13 июля 1826 года их повесили на кронверке Петропавловской крепости. Более ста человек, закованных в кандалы, лишенных всех чинов и привилегий, царь отправил в Сибирь. Солдат, участвовавших в восстании, прогнали сквозь строй. Многих засекли до смерти. На десятилетии участники восстания были вычеркнуты из жизни русского общества. Их ждали пересыльные тюрьмы Сибирь, штольни Акатуйского рудника. На изображении слева – камера декабриста Сергея Волконского в Петровском заводе. На изображении справа – Акатуй, старая штольня. Чита, место ссылки многих участников восстания, состояла в ту пору из одной лишь улицы, центром которой была строг. Несмотря на гонения властей, передовые люди 20-30-х годов прошлого столетия глубоко сочувствовали декабристам. В послании в Сибирь Пушкин передал это настроение. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд, и дум высокое стремление». Стихи Пушкина увезла с собой Александра Муравьева, отправившаяся на каторгу вслед за мужем. Сибирские пленники глубоко верили, что их идеалы осуществятся. Александр Адаевский от имени друзей ответил Пушкину. «Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя». Немногим участникам восстания и то уже в преклонные годы суждено было вернуться из ссылки. Большинство похоронены в сибирской земле. Это могила Михаила Лунина, одного из талантливейших людей прошлого века. В истории русского революционного движения навсегда остались семена декабристов, людей, первыми поднявших знамя борьбы против самодержавия. Их дело не пропало даром. Владимир Ильич Ленин Восстание декабристов произвело огромное впечатление на последующие поколения. Александр Герцен писал, это какие-то богатыри, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение. На обложке «Полярной звезды» журнала, издаваемого Александром Герценом и Николаем Огаревым за границей, были изображены силуэты пяти казненных декабристов. Этим самым они подчеркивали свою связь с восставшими 14 декабря 1825 года. Как декабристы разбудили Герцена, говорил Владимир Ильич Ленин, так Герцен и его колокол помогли пробуждению разночинцев. Владимир Ильич высоко ценил подвиг декабристов. Эпиграфом в газете «Искры» Ленин поставил слова из ответа декабристов Пушкину. «Из искры возгорится пламя». Советский народ бережно и любовно хранит память о первых революционных борцах против крепостничества и самодержавия. Десятки тысяч людей, приезжающих в Ленинград, спешат на площадь, которая вот уже 50 лет носит имя декабристов. Конец. Автор – Жукова, консультант – Барановская, художник-оформитель – Булатова, редактор – Морозова. Студия «Диафильм» Госкино СССР, 1975 год. Озвучено каналом «Маркс был прав».